Привет, народ! С вами Фенаргот. Наконец-то мы с вами начинаем Королей Фэнтези юбилейного Инта. К сожалению, ролик выходит на день позже, но это все связано с тем, что Valve перенесли жеребьевку Инта на сегодня. Не забудьте подписаться и включить уведомления в колокольчики, ибо Короли Фэнтези будут выходить каждый день после окончания игрового дня. Если вы еще не успели выставить прогнозы компендиума, самое время это сделать, потому что ролик вышел еще сегодня днем. Ссылка есть в описании. Сегодня, пожалуй, мы также рассмотрим с вами первый игровой день группового этапа в плане прогнозов, шансов и коэффициентов в отдельном ролике. Завтра мой стрим начнется около 12 или 13 часов по МСК, где мы будем делать прогнозы компендиума. Тоже не пропустите. О всех изменениях и важной информации я буду писать в телеге, где я также отвечаю на ваши вопросы. Не забывайте. Напомню, что за очки компендиума мы получаем сундуки, но если вы хотите прокрутить не один кейс, а множество, то советую обратить внимание на сайт Epic Loot. Там как раз сегодня были добавлены кейсы, посвященные Инту. Ну а на днях ребята обещают выпустить свой собственный боевой пропуск и даже поделились секретной инфой, что для любителей халявы и предсказаний также завезут контент. Ну что ж, обязательно посмотрим, а пока что вот вам промокод на 15% FINARGOD к балансу. Ссылочку на ребят я оставлю в описании. Что же, прежде чем мы перейдем к созданию команды первого дня, давайте ознакомимся с тем, что такое вообще Фэнтези Лига. Все-таки среди вас есть и те, кто никогда не участвовал в подобном. Фэнтези Лига, как и в профессиональном спорте, является соревнованием, где участники выбирают игроков чемпионата. В зависимости от того, как те выступают на турнире, вы получаете очки. Лучшие за это получают очки компендиума. Карточки игроков вы можете получить в наборах. Каждому из вас бесплатно дали 10 наборов. Один дополнительный набор стоит 35 рублей. Также каждый день, выиграв катку, вы получаете по набору. Но выгоднее приобретать клуб поддержки с 50% скидки. Там дают больше наборов и вы будете получать очки компендиума за победа коллектива. Карточки есть обычные, серебряные и золотые. Серебряные и золотые имеют бонусы к случайным статам. Золотая карточка не всегда лучше серебряный. Внимательно обратите внимание на бонусы, которые они дают. К примеру, кору бонус установленных вардов бесполезен, как и саппорту, крипы или золото в минуту. Учтите это при выборе карточек из вашего набора. В этом году подсчет очков изменился. Если раньше топ-10% лучших получали 16 уровней, топ-25% 8 и топ-50% 4, то теперь помимо общего зачета очки будут выдаваться лучшим прогнозистам дня. Если вы попали в топ-10% дня, вы получите 800 очков, топ-25% 400 очков и топ-50% 200 очков соответственно. За весь турнир вы сможете получить также 6, 3 или 1,5 уровня. Так как у нас будет 10 игровых дней, а следовательно и 10 команд, максимум каждый сможет набрать 8 и 6 уровней, то есть 14 в сумме. На протяжении более 5 лет мы с вами попадаем в топ-1%, а периодически я и зрители залетаем вовсе в топ-100 мира, так что постараемся и в этом году сделать так же. Думаю, этой информации вам достаточно. Если будут вопросы, залетайте в чат в телеге. При выборе команды первого дня нам нужно будет проанализировать прошлые турниры, ибо инта не было уже 2 года. При создании команд в следующих дней я буду проводить аналитику выступлений игроков и их очков, дабы мы смогли выбрать лучшие варианты. Сегодня мы будем в основном отталкиваться от того, кто будет играть и с кем. Логично, что команды, которые сыграют больше матчей, должны принести больше очков. Но нельзя и забывать другой важный момент. Чем дольше идет катка, тем больше очков приносят игроки. Поэтому мы будем также обращать взор на тех, кто может сыграть затяжные катки уже в первый игровой день. Завтра у нас будет 6 коллективов, которые сыграют 3 встречи Best of 2 вместо 2. Мне тут несколько подписчиков писали о том, что якобы все изменили и в день учитывается лишь лучшая встреча. Скорее всего тот, кто это сказал, просто не умеет читать и никогда не участвовал в фэнтези лиге. Не слушайте бредни, в подсчете очков ничего не изменилось. Так вот, у нас есть 6 коллективов. Alliance, Evil Geniuses, Invictus Gaming, OG, Undying и Virtus.pro. Логика говорит о том, что по сути вы можете просто взять лучшие карточки игроков этих коллективов и все. Неплохой вариант. Не забывайте только, что среди саппортов нужно брать сапов пятой позиции, а среди игроков основы лучше керри, а не оффлейнеров, ибо те редко перебивают керри по очкам. Я же хочу обратить ваше внимание на то, с кем играют данные коллективы. Если вы вспомните прогнозы компендиума, большинство аналитиков считают, что самые затяжные катки на турнире будут у Т1 и Evil Geniuses. В первый день данные коллективы вовсе встречаются вместе. И еще с Т1 встречается Invictus Gaming, которые также будут играть с Evil Geniuses. Поэтому, пожалуй, я обращу взор именно на эти коллективы при составлении команды на первый день. Потому что если мы взглянем на тех же OG, первые их соперники не такие уж и сложные. Да и я не думаю, что катки там могут затянуться. Разве что с Virtus.pro, у которых примерно подобная ситуация. А я напомню, что Virtus.pro любит играть быстрые катки. Так что они нам тут не совсем подходят. Понятно, что это International и все может произойти так, как мы не ожидаем. Так что 100% верного варианта у меня для вас не будет. Да и вряд ли у кого-то он есть. Пока тут рандом. К следующим дням уже будет больше информации и статистики. Минус выбора игроков Evil Geniuses и Invictus Gaming в том, что они играют друг с другом. И в случае, если одна команда пройдется катком по второй, мы потеряем очки. Поэтому тут я предложу два варианта. Evil Geniuses плюс IG и Evil Geniuses плюс OG. Так как они не играют друг с другом и OG должны забирать карты первого дня. Прежде чем мы выберем игроков, давайте также обратимся к статистике игроков данных коллективов по фэнтези очкам за последние турниры. Если мы обратим внимание на игроков основы, здесь явный лидер у нас Сумаил, от которого немного отстает Тимадо и Артизи. Дальше уже Nightfall из Virtus.pro и Nikobaby. Если мы возьмем игрока IG, там в среднем 12 очков у Fly Fly. Так что я считаю целесообразным брать Сумаила и Артизи. Либо Сумаила менять на Fly Fly, в надежде, что они сыграют затяжные карты. Взглянем на мидеров. Тут разрыв у всех минимален, но впереди всех Брайл и ГПК. Обед из ЕГ отстает, но не сильно. Дальше уже Limb и Emma. Пока не хочу рисковать с ВП и возьму себе обедок себе в коллектив. И игроки поддержки. Тут сразу два саппорта команды OG и ни одного из злых гениев. Fly вовсе заносит в среднем 13 очков. Зато есть дубу из Undying на первом месте. Поэтому на самом деле на первый день я могу предложить вам три коллектива. А вы уже выбирайте те, где у вас есть карточки и что больше нравится. Первый вариант у нас комбо OG и ЕГ. Тут у нас Сумаил и Артизи. На миду сытный мясной обед. Среди игроков поддержки Сакса и Флай. Второй вариант у нас рискований. Комбинация игроков Evil Geniuses с Invictus Gaming, о чем я говорил. Fly-Fly, Артизи, Ужин, КК и Флай. Ну и третий вариант очень похожий на первый, за исключением одного игрока. Вместо флая дубу. Я, пожалуй, оставлю себе такой состав на завтра. Поэкспериментирую, так сказать. Напомню вам, что состав можно также выставлять на сайте, если у вас нет доступа к игровому клиенту. Ссылка на сайт есть в описании. Вам нужно просто авторизоваться через ваш стим-аккаунт и просто выбрать карточки. Что же, как-то так. Уже в 10 утра начнутся матчи, а я начну стримить их около 12-13 по МСК. При этом выполняя прогнозы компендиума. Обязательно залетайте. После окончания матчей я постараюсь подготовить вам команду на второй игровой день. Нужно будет как следует проанализировать все данные. Еще раз всем спасибо за просмотры, лайки и подписки. С вами был Фенаргот и до скорых встреч!